Клуб «Самых умных» Клуб «Самых умных» Киевлянин Захарий Анахил познакомился с культурой Польши, пообщался на французском со своей бабушкой и познакомился с большим кругом родственников в Марокко. Москвич Андрей Панков стал лауреатом международного конкурса балалайшников, а самое главное, нашел свою даму с сердца, но еще не смог решить, как же ей в этом признаться. И вот теперь каждому из них хочется покорить новую вершину. На сей раз на игровом подиуме самого умного. Ну что ж, господа, начинаем новый чемпионат. Клуб «Самых умных» Клуб «Самых умных» И первой в сезоне 2011 года стартует «Младшая лига». Сегодня первая отборочная игра. И я с удовольствием представляю отважных претендентов на три места в клубе и на титул самого умного. Никита Пряничников. Здравствуйте. Я из Москвы. Увлекаюсь иностранными языками, историей. Очень люблю читать. В свободное время играю с друзьями в футбол, хожу в кино. На передачу я в первый раз. Хочу пожелать всем участникам удачи. Пусть победит сильнейший. Надежда Маслова. Здравствуйте. Персонаж от «Напьесы» говорил. Не люблю снег, потому что сегодняшний снег – это завтрашняя слякоть. Тот, кто живет в Одессе, поймет меня. Я люблю рисовать и недавно даже начала писать маслом. А также я увлекаюсь чтением книг и аниме. Я думаю, что победа – это не главное, ведь участие здесь – это уже победа. Кирилл Челкин. Всем привет. Я приехала из города Санкт-Петербурга. Увлекаюсь моделизмом. В свободное время играю в регби. На игре желаю всем удачи и пусть победит сильнейший. Альфред Пирин. Всем привет в столице Самотлора, Нижневарска. За эти полгода мои увлечения круто поменялись. Неизменными остаются горные лыжи, танки, компьютеры и, конечно же, эта игра. Пусть сегодня победит самый умный. Мария Овсянникова. Всем привет из Курска. Я увлекаюсь фотографией и чтением английской классики 19-го столетия. Это моя первая игра, и поэтому я хочу получить как можно больше положительных эмоций и пусть победит сильнейший. Николай Кузьменко. Всем привет из города Харькова. Я увлекаюсь чтением, компьютерными играми и сочинением стихов. В свободное время люблю гулять с друзьями. Это моя первая игра, поэтому я желаю всем удачи и пусть победит умнейший. Ата Миленькиева. Всем привет. Я из Киева. В числе моих увлечений математика, рисование, английский и французский языки, а также чтение книг. Я очень люблю пошутить и посидеть в интернете, а также послушать музыку. Я уверена в своих силах и знаю, что сегодняшняя игра будет интересной. Александр Генералов. Пламенный привет всем из славного украинского города Донецка. Города шахтеров, металлургов, спортсменов и миллионорос. Мне 11 лет. Я люблю читать, рисовать, играть в шахматы, шашки, путешествовать. Сегодня сбывается моя мечта. Я играю в самый умный. Желаю всем занимательной и удачной игры. Егор Горасев. Всем привет из подмосковного Егоревска. Недавно я завел себе живого сурка и надеюсь, сегодня у него появится собрат. И я наконец-то смогу выпустить бедное животное на свободу. Закария Нахил. Здравствуйте. Я приехала из города Киева. Второй раз я стою за этим самым пультом. Второй раз я решила испытать свою судьбу. Мои увлечения не изменились, но к ним добавились пошаговые стратегии. С их помощью мне стало легче разрешать разные проблемы в жизни и разные логические задачи. Желаю всем удачи и приятной игры. Арина Золодяева. И снова здравствуйте. Я приехала из города Алматы. Ровно год назад я впервые встала за один из этих пультов и поняла, что игра затягивает. И вот я занялась активным поеданием охранных персиков, полосатых арбузиков и краснобойких яблочек, чтобы набраться сил и выступить достойно. Так давайте это проверим. И Андрей Панков. И снова привет всем из Москвы. За этим пультом я стою уже в третий раз. Я рад видеть новые и знакомые лица. Надеюсь, что игра будет захватывающей. Желаю всем удачи. Мы начинаем первую отборочную игру младшей лиги. За три места в клубе самых умных и, конечно, за звание самого умного. А еще победитель сегодняшней игры получит специальный приз от партнера нашей программы интернет-супермаркета «Розетка.UA». Внимание! Всем, кто хочет попробовать свои силы в игре «Самы умные», вы можете зарегистрироваться на нашем сайте умны.тв. Играйте с нами! Итак, в нашей игре три раунда. В первом раунде я задам вам 18 обязательных вопросов, каждому из которых предлагается 4 варианта ответа. Ваша задача выбрать правильный. Во второй раунд нашей игры по результатам первого раунда пройдут шестеро игроков, а в третий раунд, соответственно, пройдут трое игроков. Эти трое игроков станут членами клуба самых умных, и среди них наверняка найдется один игрок, который станет самым умным игроком сегодняшней игры. Вы готовы? Да! Ну что ж, проверим, насколько вы хорошо сегодня подготовились. Итак, внимание, я объявляю первый раунд! Внимание, я задаю первый вопрос. Королевская охрана из мультфильма «Бременские музыканты» готовила пушку, если близко находится скворец, ворон, соловей или воробей. Королевская охрана из мультфильма «Бременские музыканты» готовила пушку, если близко находился... Воробей. А вы знаете, как это звучало? Нет. Давайте, прошу вас, Андрей Панков. Если рядом воробей, взять его на мушку. Если рядом была муха, ее брали на мушку, а пушку готовили в виде воробья, но пропели замечательно. Правильный ответ. Конечно, воробей и десять игроков справилась с заданием. Второй вопрос. Арина, я не могу вас не спросить, вы так активно там что-то писали, чёркали. Вы знаете правильный ответ? Двое. Двое неправильно ответил. Вдвоём? Панков, вы сегодня будете всё время отвечать правильно? Да. Да? Да. Ну, вы правильно ответили, может быть, тогда Закария нахил добавить что-то? Вдвоём, потому что отвечать на вопрос как. Молодец, правильно, вдвоём, да. Одиннадцать игроков справилась с заданием. Третий вопрос. Какая из этих пород собак была выведена в Шотландии? Пекинес, шарпи, скотч-терьер или доберман? Какая из этих пород собак была выведена в Шотландии? У кого есть собаки? Поднимите руки. Ада Милентьева, вы знаете правильный ответ на этот вопрос? Да, это скотч-терьер. А почему? Ну, потому что Скотланд. Абсолютно верно. Скотч-терьер. Правильный ответ. И десять игроков справилась с заданием. Четвёртый вопрос. Это фото-вопрос. Давайте посмотрим на экран. Как называется эта обувь? Собо.